Ох! Ребята, ночка сегодня просто была аховая. Я вся растрёпанная. Так, хвостик собрала по-быстренькому и всё. То ли я чем-то траванулась, но я ничем не могла травануться. Вчера все-всё ели одинаковое. Салат, который я в видео показывала, он вообще, ну, на него подумать-то странно. Вот. Котлеты тоже все кушали. Единственное, что не все пили чай с мятой. Я заваривала чай с мятой. Но я не думаю, что от чая с мятой может быть такое. А, и печенье юбилейное я вчера ела. Вот это вот то, что не ели остальные вчера. Непонятно. Очень странно. Ужас просто. У меня сил нету, я не выспалась. Сейчас, наверное, я не знаю, допью чай крепкий. И хочется, честно говоря, просто упасть и уснуть. Там у меня есть волна, и мне нужно перо. Мы тут с Машулькой засели за зелье варенье. Так, давай. Собираешь эликсир вечной молодости. Ой, ё-моё. Давай-давай, собирай. У нас уже по очкам тут. Спорим мы с ней немножечко. 8 и 9. Пока никто еще не оторвался. Никто никуда не убежал пока, да? Угу. Поехали. Теперь я, да? Угу. А может, скоро собираем? Я заряду в осторожную. А я собираю великий эликсир возрождения. Возрождение? Угу. Так, покажи. Для этого мне нужен эликсир вечной молодости у тебя и эликсир огня у меня. Так, покажи-ка, что у тебя там. Так, эликсир огня у меня и эликсир вечной молодости у тебя. Так, эликсир вечной молодости у тебя. Возьмите. Че, Масяня? Опять гермыхает. Оу, дождь пошел. Да. И че, большая там туча? Не смотрела? Нет. Ну, а у тети Света большая. В смысле, а у нас нету, у тети Света только? Ну, нет. Мама, смотри, кого Женя поймала мне. Он мне подарил. У него точно такая же, он две таких поймал. Это кто? Это Божья коровка. Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба. А, я думала, Божья коровка, а принеси нам хлеба, только не горелого. Черного и белого, только не горелого. Да? Да. О-о-о. О, мама! Так, ребята дома, да, Маша? Да, ребята куда маму живут. Я Женька куда подойдет. Ой, какая нехорошая. А можно я тоже посмотри, мам? Ну, конечно. Сейчас Зоню возьму. Да, надолго, видимо. Что-то нам сегодня обещали, 29. Где эти 29, непонятно. Маш, только далеко не выходи, пожалуйста. Потому что, если громыхает, значит, молния тоже есть. Пойдем. Ой-ой-ой-ой. Как она? Она даже не громыхает, она ракочет. А ракочет, это что значит? Ну, это значит, мягкий у нее гром такой, она раскатами такими. Она как будто, как это, катится гром потихонечку. Не громыхает, прям бахает, а раскатывается. Раскатистый гром. Сейчас ливничек, скорее всего, будет, Машуль. Да. Обещали нам сегодня 29, солнце. Мы думали, что мы будем купаться. Маша думала, что будет купаться. Рассчитывали вчера уже на это, на все. А, фиг там. Сегодня утром только было солнце, но я была не в состоянии. Кстати, сейчас уже вполне нормально стабилизировалась. Вот. И все. Потом набежала. Одна туча, вторая, третья, гроза за грозой. И... Все, ярко. Да, и выше 24 у нас сегодня не поднималось. Я сегодня практически целый день лежу. Потому что принимаешь вертикальное положение и опять мутит все. Вот. В горизонтали оно как-то лучше. Взяла себе ноутбук на коленке. Смотрю там всякие программы для Мака. Потому что Мак у меня, в общем-то, уже сколько? Полгода есть. 8 марта мне Димфел подарил. Вот. И до сих пор есть моменты, которые мне там неудобно. Например, я до сих пор не могу приноровиться к тому, что без дополнительного софта у него не примагничиваются окна. Например, там к краям экрана. Знаете, там на Windows, когда... На 10 Windows. Я не знаю, на предыдущих. Не помню уже, как там это делалось. Когда тянешь окошко в бок экрана, то оно становится посерединке. То есть так с одной стороны, так на половину экрана. Если к другой, то тоже на половину экрана. С другой стороны. Это удобно, когда, например, что-то читаешь или смотришь видео, например, и параллельно что-то делаешь. И точно так же кверху. Если поднимаешь окошечко вверх, к верхней стороне экрана, то оно тоже примагничивается и разворачивается на весь экран. Это удобно. Я просто привыкла к этим жестам, еще начиная с Windows. В Mac этого нет. В Mac нужно ставить дополнительную программу. Я посмотрела. Она, по-моему, Magnet. Ну, там их несколько. FlexiGlasses или FlexiGlass, что-то такое. И тоже будет так. Но вот это вот доведение до ума Mac'а, чтобы мне было в нем так же комфортно и удобно работать, как и на Windows. Плюс я еще не знаю, как называются программы Mac'ские, потому что Windows у таких программ вообще нет. Это встроенное все. Ну, в общем, сегодня все делаю. Но это приятные хлопоты. Я люблю, я люблю вот это вот ковыряться в технике. Я могу засесть, и 2-3 часа пролетят просто незаметно. Я буду ковыряться, ковыряться, ковыряться. Ветер поднимается, причем сильный. Машуль, двигайся ты к дому, ладно? Ладно. Вот, и мне это доставляет удовольствие, вот это вот ковыряние внутри, в программном обеспечении, в технике и вообще. То есть это прям, это прям мое. Вау! Класс, класс, класс! Что ж там классного-то ветер? Ветер сильный! Класс, класс, класс! Оу, тебе нравится сильный ветер? Акробатка, у тебя так волосы летят. Мама, я знаю, как мне научиться летать. Да? Как? Смотри, схватилась руками за трубу, и вот так вот. Летунья! Летушка! Ну так отходи оттуда, на тебя капли. Кричит, что на нее капли и висит дальше. Обезьянка. Ляу, няу, няу, няу! Ляу, няу, няу! Ляу, няу, няу, няу! День сегодня, надо сказать, просто отвратительный. Я не знаю, это просто день неудач полнейших. Началось всё с того, что я сегодня встала ночью с симптомами, признаками и всё остальное. Не будем вдаваться в подробности, это не очень аппетитно. Потом встал папа, начал готовить завтрак и случайно воткнул себе в палец нож. Капец, кровь, короче, практически фонтаном. И пришлось заклеивать рану этим клеем. Ну так глубоко вошёл, прям хорошо. Случайно сорвался ножик. Потом пришла Маша, сказала, что у неё кончилась зубная паста. Потом вместо 29 градусов, которые нам обещали, тепло, жарко, купаться и вообще, пришли грозы. То есть вот, оторви и выбрось называется. Ещё там новости среди дня, там звонили просто тоже такие, не особо хорошие. Короче, я не знаю, сегодня, наверное, какое-то солнечное затмение было. Потому что, ну вот, бывают дни, конечно, когда всё плохо, но когда идёт прям действительно всё через одно место, такое бывает редко. Я в шоке. А, соседи ещё приходили сегодня за лекарствами, потому что у них там тоже какие-то проблемы срочные. В общем. Машолик, ты сегодня на ночь убери, пожалуйста, вот этот вот шарик, ладно? А то сегодня Женя, она обычно у нас на диване спит. Женя сегодня всю ночь спала у дедушки, потому что боится этот шар. Почему? Ну, не знаю, он ей не нравится. Он большой, красный и вообще. И страшный. Что, красный как кровь? Ну, наверное. Уберёшь, ладно, хотя бы вот сюда, вот к печке недалеко, ладно? Ой. Ну, хорошо? Да. С мехом, между прочим, а сегодня у Машки окуклилась одна гусеница. Вот так. Так что у нас скоро вылупится, я не знаю, скорее всего, мотылёк, мне кажется, но может быть и бабочка. Вот, я говорила. Где там? Кто это такой? Деда. Что такое? Прям всё, ой, всё. Попытно ябрусь. Уручит ещё, ты глянь, а, вообще. Что, Жень, страшный, да? Куда ты за мной-то? Я сбрасываю капиталы Вы решили в лото играть? На пенсии пригодятся Я кричу Подожди, хотелось нам дарить По имени Рынку Рас меня учила, двойка получила Я кричу, я сказал На шить моих На шить твоих На шить тебе не отдам эти жетоны Кричу быстро Готовься Когда я скажу разу три, ладно? Играем, чтобы заполнено было все или одна строчка? Да все, наверное Все? Да Готово? Да! На все сто! Поехали! Восемьдесят четыре Восемьдесят Сорок восемь Восемьдесят пять Восемьдесят Пятьдесят Шестьдесят Двадцать Десять Один Двадцать девять Двадцать четыре Восемьдесят восемь Быстро ты кричишь Одиннадцать Пятьдесят три Пятьдесят семь Шестьдесят восемь Шестьдесят шесть Тринадцать Тринадцать Пять Двадцать пять Сорок один Шестьдесят три Пятьдесят два Двадцать шесть Сурово Восемь Шесть Четырнадцать Четыре Семьдесят семь Подожди Подожди У нее кончились эти Подожди Не могу так быстро Давай, бери побольше Куда тут две? А, ну все, хватит тебе Да, даду и требую Шестьдесят два Вот две Шестьдесят Или сорок шесть Или шестнадцать А, ха-ха-ха-ха Миша, Миша, мешай Что попалось мне шестнадцать Подавай Какую скажешь? Левая Левая Двадцать один Нет Так, почему двадцать один? Почему двадцать один? Почему, мам? Ты шестнадцать Знаешь, сорок шесть уже была Да ладно Что, пропустили сорок шесть? Когда у нас... Что? Ааааааааааа Нету А в коробке? Нету? Нету Ее там нету Я не видела сорок шесть ищем 46 если так то пропустил ты мася а если ее нигде нет знать потеряли я даже не слышала чтобы кричали 46 я тоже сюда сильно ищем все остальные поселить 49 вижу 33 чё одного бочинка не хватает что я что-то не пойму странно как это так вот же 46 вот 46 мальска пропустила 46 ты бы сейчас выиграла чуть-чуть да ладно обиделась знаем мы тебя собирайте вместе играли вместе убираем ну еще раз вы же на один раз договаривались главное что мы нашли 46 этот бочонок а то если бы его не было то смысл во всем этом лото вообще если одного бочонка не хватает мазь как раз 10 до как раз байки о боже сил нет просто это кошмар от чего я не понимаю непонятно чего вроде бы все как-то было свежее вроде бы все было хорошо все вымыто все что-то звезды не сошлись я надеюсь я сегодня все-таки буду спать хотя спать ложится очень стрёмно если честно ну ладно все ребята буду с дверь им прощаться надеюсь завтра будет все хорошо всем до встречи